Здравствуйте! Всех зрителей ВУК-ТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Я Ирина Левчук. В ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади, самое время узнать о ключевых моментах, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главная тема сегодняшней программы. Быть или не быть в стране новому законопроекту решают сенаторы. Регулярная работа в регионах позволяет на практике узнать ситуацию на местах. На священной земле Брестской крепости состоялось одно из главных моментов жизни любого военнослужащего – принятие присяги. Клятву на верность Родине принесли полторы тысячи новобранцев. Они не расследуют преступления и редко участвуют в громких задержаниях, однако именно к ним обращаются в первую очередь, когда пришла беда. 17 ноября свою профессиональную дату отметили участковые инспекторы. Иногда не требуется много вложений. Главное – искреннее желание помочь. Как закон о правах инвалидов и их социальной интеграции реализуется в Бресте. 20 ноября в Республике Беларусь торжественно отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Брест причастен ко всем праздничным мероприятиям, поскольку он – город перерабатывающей промышленности. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Этот праздник считают своим не только население, но и жители Бреста, так как на предприятиях пищевой промышленности в нашем городе трудится порядка 11 тысяч человек. В год производятся продукции более чем на 5 миллиардов рублей. Брест Хлебопродукт, Савушкин, Брестское мороженое, Перфект, Санта-Бремор – каждое из этих предприятий вносит значительный вклад в развитие отрасли, а их продукция известна далеко за пределами Республики Беларусь. Именно они являются гордостью Брестского региона, а многие из них и гордостью страны. Но самый важный ресурс этих предприятий – трудолюбивые, ответственные, преданные родной земле люди. Ведь они выбрали дело всей своей жизни, такой нелегкий, но важный труд. И каждый из них по праву пользуется всенародным уважением, заслуживает самые искренние слова благодарности. Мы поздравляем всех, кто трудится на полях и в цехах перерабатывающей промышленности, всех, кто ежедневно дарит нам тепло своих рук и частичку своей души. Желаем, чтобы на белорусских полях всегда колосилась пшеница, чтобы на каждом столе к завтраку у всех было вкусное, свежее молоко и ароматный хлеб. И чтобы в ваших душах всегда пила радость и горело желание жить, работать, дарить нашим людям свою продукцию, любовь и тепло. С праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! К другим темам. На неделе город над Бугом с рабочим визитом посетил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он принял участие в заседании в администрации Московского района, а также встретился с коллективом пятой поликлиники на базе многопрофильного медицинского центра. На каждой встрече ему удалось обсудить три важных вопроса. Одним из таких стала тема о реализации программ патриотического воспитания населения и молодежи, а также был сделан акцент на ситуацию в стране в целом. Более подробно в следующем сюжете. В рамках рабочей поездки сенатора Виктора Лисковича на заседании в Московской администрации совместно с депутатским корпусом были обсуждены важные вопросы. Во главе угла стоял вопрос безработицы тех или иных слоев населения. На втором месте рассмотрена идея новогоднего украшения Московского района города Бреста. Ну и на завершение обсуждения реализации программ патриотического воспитания населения и молодежи. Различные формы и методы, которые сегодня используют в идеологической работе, в патриотическом воспитании людей, они должны быть неформальными, а они должны идти от сердца. Они должны быть своим примером, показывать и готовить людей, молодежь к взрослой жизни. Свою страну надо любить. Родители из страны не выбирают, они даются нам Богом один раз. Встречи представителей депутатского корпуса и администрации Московского района, а также других представителей комиссии по содействию занятости, проходят в городе над Бугом довольно часто. Задача каждого дойти до незанятого в экономике гражданина и оказать ему содействие в трудоустройстве. А также разъяснять, что плательщики жилищно-коммунальных услуг, не занятые в экономике, должны будут возмещать экономически обоснованные затраты на газоснабжение и теплоснабжение в полном объеме. А это очень немаленькие суммы. Работы комиссии по содействию занятости, они у нас ежегодно рассматриваются на заседании администрации, где как раз и, скажем так, подводятся итоги работы нашей комиссии. И у нас в целом-то, ну, по Московскому району, скажем, по тех, кто не занят в экономике, ну, примерно цифра-то, она плюс-минус там в районе 20 тысяч населения, при этом, наверное, порядка, если там немножко было еще год назад, наверное, там, 2-300-2-200 людей коммунные услуги повышенной в размере, то сейчас немножко это количество людей тоже подросло, там больше, порядка 3,5 тысяч людей. Не впервые Виктор Лискович с визитом в городе Бресте. Стараясь пообщаться с гражданами, он принимает участие в различных мероприятиях, дискуссионных площадках, посещает трудовые коллективы. На этот раз сенатор встретился с коллективом 5-й поликлиники на базе многопрофильного медицинского центра. Нужно отметить, что встречи в коллективах, особенно в молодых коллективах, а мы сегодня были в коллективе, где в основном работает одна молодежь, и тот блеск в глазах у молодежи вселяет оптимизм в будущее. Но при том, что они медики, я в прошлом медики, нужно сказать, что медики видят тот срез общества, к ним обращаются разные категории. Дети, молодые люди, пожилые люди с разными, мужчины, женщины с разными проблемами, и они видят настроение общества. Тут очень много граней и составляющих этой воспитательной работы. Это и создание хорошего рабочего места, хороших условий, это все есть. Это, конечно, и решение жилищных проблем, молодых специалистов. Они приходят, молодежь, надо организовывать их работу. И это, конечно, в первую очередь, это вопросы дальнейшего образования. Беседа получилась живой и интересной благодаря фактам из истории политической жизни страны. Информация о деятельности Совета Республики остановилась и на теме гражданско-патриотического воспитания, востребованности и профессионального становления молодых специалистов. Не остались без внимания и локальные вопросы, касающиеся Бреста. Обсудили безработицу, украшения города к предстоящим новогодним праздникам. Была очень интересная поучительная, на самом деле, встреча. Представители депутатского корпуса показали себя с очень доброжелательной стороны. Очень здорово, что общались с нами на таком очень простом, доступном языке. Было безумно приятно их слышать. Встреча очень оставила положительное впечатление. Сразу чувствую, что это все доступно, что это все важно, что люди, которые так приезжают, они тоже участвуют в этой всей жизни, нашей жизни. Видно, что они хотят лучшего для нашей страны. Самое приятное, что они вдохновляют к чему-то большему. Встречи представителей депутатского корпуса и администрации Московского района проходят в Бресте на регулярной основе. Они позволяют держать руку на пульсе и обменяться мнениями. А потому подобная практика будет продолжена. Клятва на верность Родине – один из важнейших постулатов, на котором веками строится армейская служба. И в этот раз на героической земле Брестской крепости приняли присягу военнослужащие внутренних войск Республики Беларусь. Любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию, патриотический долг всегда были теми нравственными принципами, на которые опираются военнослужащие. А потому эту школу мужества, физического и нравственного роста считают своим долгом пройти каждый мужчина. Накануне присяги наша съемочная группа встретилась с одним из молодых военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и узнали, как проходит адаптация, сложно ли соблюдать правила и уставы, и что для новобранца значит присяга. Научиться собирать автомат, шагать в строй, умнести ответственность за товарища. Говорят, армия – лучшая школа жизни. Здесь свои законы и устав. Но чтобы увидеть эту самую жизнь изнутри и понять, каково быть солдатом, наша съемочная группа познакомилась с одним из военнослужащих, прибывших в ряды 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Еще месяц назад жизнь Станислава Зубея была совершенно другой. Работа, встреча с родными и друзьями, развлечения. А сейчас этот юноша с гордостью носит звание защитника Родины. Я в армию хотел еще со школьных лет идти, хотя все мои знакомые были как-то настроены против этого. Но для меня это была как небольшая цель – пойти в армию. Первое, из-за чего я сюда решил прийти – это, конечно же, стать настоящим десантником, то есть попробовать прыгнуть с парашюта. До армии Станислав Зубей получил высшее педагогическое образование, помогал родителям и проводил время с любимой девушкой. Сейчас же юноша признается, что постепенно привыкает к новому распорядку, но иногда все же вспоминает свои проводы в армию. У нас были смешанные. Я был доволен тем, что я все-таки попаду сюда. Но одновременно же то, что я расстаюсь со своими родными, близкими, друзьями, и где-то в ближайшее время, год я с ними не увижусь. Мама, конечно же, тоже, когда узнала, что меня призывают в армию, была не особо рада, была расстроена, но постепенно она адаптировалась, и сейчас она это воспринимает нормально. И сама говорит, что это период, который нужно прожить. Армейская жизнь новобранцев не всегда дается легко. Чтобы привыкнуть к строгим правилам, требуется время. Так, например, каждое утро вместо будильников в 6 утра ждет команда дневального ротоподъем. И если дома многим не хватает мотивации для утренней зарядки, то в армии с этим строго. Через 10 минут, хочешь не хочешь, а должен быстро застелить кровать и стать в строй. После чего привести военную форму в порядок, проверить, как пришиты шевроны, как надета шапка, ну и, конечно же, до блеска вычищенные берцы. В первые дни было адаптироваться достаточно тяжело, когда ты приходишь с гражданки сюда, там, где я мог спокойно передвигаться, делать все, как я хотел. А здесь нужно следовать определенному распорядку дня. Было поначалу тяжело, но адаптация у каждого человека разная. Я, например, адаптировался примерно за три дня, и сейчас у меня все здесь нормально. Станислав уверен, что готовность служить родине, высокое звание защитника уже заложено в каждом призывнике, а потому считает, что присяга – это логичное и закономерное подтверждение этого желания. Сама присяга для меня ничего не меняет, я уже военнослужащий, я для себя так решил. Но встреча с родителями – это для меня такое, как это правильно сказать, радостные эмоции будет вызывать, потому что я их не видел уже около месяца, и они по мне очень скучают. Я уверен, что мать будет плакать, скорее всего, когда увидит меня в форме, тем более отец будет испытывать чувство гордости, потому что он тоже в свое время был военнослужащим, и знает, что это должен пройти каждый мужчина. За плечами этих парней – месячный учебный сбор, за время которого они постигали азы начальной военной подготовки, получали знания и навыки для службы, и вот теперь настало время для одного из главных моментов в жизни любого военнослужащего – принятия присяги. В торжественной церемонии приняли участие командование внутренних войск и воинских частей, ветераны, представители местных органов власти и духовенства, общественных организаций, а также родные и близкие. В Реской крепости церемония принятия военной присяги, она какая-то особо трогательная, торжественная и глубоко патриотичная. Здесь я вижу две составляющих. Конечно, это те эмоции воина, которые примет здесь, на этой святой земле, военную присягу, но и огромное количество родственников из других регионов Республики Беларусь, которые в обязательном порядке уже не первый год приезжают сюда и имеют возможность познакомиться и с нашим городом, и с мемориалом Брестская крепость. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы эта церемония жила долго, поэтому задача местных органов власти максимально минимизировать бытовые или какие-то элементы бытового некомфорта, сделать их службу такой, чтобы все их усилия были направлены только лишь на владение военной специальностью, потому что крепкая армия, крепкая вооруженная составляющая страны – это залог мирного неба над головой. Новенькая форма, начищенная до блеска обувь. Полторы тысячи юношей, напряженных как струна. От каждого исходит звенящее волнение. Сегодня они перешли на новый, очень важный этап своей жизни. Этот день они будут вспоминать долго, а слова торжественной присяги, произнесенные с волнением и гордостью, запомнят навсегда. Да, гражданин Республики Беларусь, Зубец Танислав Владимирович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы кармонизиров и начальников. Не выпускают из рук телефоны и фотоаппараты родные и близкие солдат. Кадры на вес золота. Ведь теперь их сыновья, внуки и братья – защитники Отечества. И с этого момента для них начинается отчет гражданского возмужения. Я надеюсь, что вот это новое пополнение, которое мы в этом году получили, они с честью и достоинствами будут провыполнять те задачи, которые возложены на них. Родителям волноваться не о чем. Наша задача – их научить, чтобы они стали именно настоящими защитниками. Вот это сейчас сложный процесс, которым мы сейчас будем заниматься, обучать. После завершения митинга новобранцев традиционно прошли торжественным маршем. Отзвучали слова торжественной клятвы. Поздравление от руководства. Пришло время последних объятий перед долгой службой от самых родных и близких – родителей. Вот и герой нашего сюжета Станислав Зубей утонул в объятиях мамы с папой, которые в такой торжественный момент, как принятие присяги, были рядом с сыном. Мама плачет, как всегда, все переживаем. Надеемся, что все будет хорошо. Удачи, терпения всем, благополучия, здоровья самое главное. Он очень хотел, конечно, он отучился четыре года и очень хотел идти в армию. Ему хотелось туда. И он туда попал, и все хорошо у него. Надеемся, что год пройдет успешно. Гордость за него. Переживаем, конечно, но мы очень гордимся, что он у нас пошел. Он у нас первый мальчик, поэтому мы гордимся. Я очень доволен, можно так сказать. Эмоции меня переполняют. Рад, очень давно не видел родителей, соскучился. Хочется поскорее провести с ними время. Анастасия Мелешкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». А мы продолжаем. На этой неделе Беларусь отметила День участкового инспектора милиции. Этому профессиональному празднику без малого сто лет. Эти стражи правопорядка не расследуют преступления. Редко участвуют в громких задержаниях, однако, как правило, именно к ним обращаются в первую очередь, когда пришла беда. Участковый. Именно так называют сотрудников милиции, которые ежедневно разбираются в семейных скандалах, ссорах соседей, проводят колоссальную профилактическую работу на вверенном им административном участке. Это самый незаменимый работник правоохранительных органов. Именно он всегда на посту и готов оказать помощь любому нуждающемуся. Один из таких серьезных и ответственных людей – старший участковый инспектор Анатолий Черноокий. О том, как он справляется со своими должностными обязанностями, расскажет сюжет Наталья Хомич. Анатолий Черноокий – старший участковый инспектор Ленинского РОВД города Бреста. Уже целых 24 года он трудится в правоохранительных органах и ни разу не пожалел о своем выборе. Ведь главное его призвание – защищать брещан. И с этим доблестный милиционер справляется на все 100%, качественно и достойно выполняя свою работу. С 12 декабря 1998 года меня призывали вооруженные силы Республики Беларусь во внутренние войска. Я прослужил до 13 мая 2000 года и по мобилизации подал свое заявление в департамент охраны. В департаменте охраны я вначале был по вольному найму, а затем меня аттестовали в 2002 году, где я и начал свою деятельность в милиции. Уже с августа 2014 года Анатолий Николаевич был назначен на должность участкового, а в ноябре 2021 получил повышение и стал старшим, что еще раз подчеркивает тот факт, что инспектор любит свою работу и выполняет ее с энтузиазмом. Каждому обратившемуся к нему за помощью он старается уделить максимум своего времени и помочь не только словом, но и делом. Именно поэтому с ним стремятся поговорить, прояснить ту или иную ситуацию. А за каждой проведенной беседой следует оперативное решение проблемы. У нас очень хорошие участковые, очень выполняют свои хорошие обязанности всегда, парадок, никаких происшествий всегда, если где-то что-то, сразу все вопросы решаются. В общем, у нас участковые вообще все красивые, хорошие, дисциплину держат как положено. Высокий профессионализм, а кроме того личностное качество наставника, подчеркивают его коллеги. Это молодые сотрудники, которые обращаются за советом к своему непосредственному руководителю. Очень хороший человек, всегда поможет, подскажет, даже в угоду своего времени, то есть даже если у него нет рабочего дня, но он всегда приедет, поможет, подскажет, с материалами все всегда подскажет, поработает. Ну, очень удобно с ним работать и очень хорошо в плане того, что он никогда не бросит. Однако работа участкового инспектора подразумевает не только кабинетную рутину. После проведенного приема граждан Анатолий Черноокий совершает обход закрепленной за ним территории и общается с жителями своего участка для того, чтобы понять, какие вопросы волнуют людей прежде всего, помочь разобраться с ними, а также предотвратить неприятные последствия. Тихо, спокойно в районе. Нету таких разных происшествий, сильно не слышали. Работа участкового очень ответственная, ведь для того, чтобы помочь каждому, нужно иметь большое и доброе сердце, а также неравнодушно относиться к обратившимся. Анатолий Черноокий обладает всеми этими качествами, а значит, он один из тех счастливых людей, который нашел свое призвание. В эфире «Итоги недели» говорим об актуальном. Здоровье школьников всегда в приоритете, а в его основе лежит качественная, сбалансированная и правильная пища. Вопрос настолько важный, что в свое время подход к обеспечению школьников питанием был рассмотрен на государственном уровне. Ведь оно должно быть одинаковым и для льготной, и для основной категории школьников, а ценовой потолок не должен влиять на рацион и его разнообразие. Этими и другими вопросами неизменно добросовестно, компетентно и ответственно на территории нашего города сегодня и долгие годы заветует комбинат общественного питания. Людмила Логодич продолжит тему. В ведении предприятия комбинат общественного питания 43 учреждения общего среднего образования города Бреста. Сделать так, чтобы каждый школьник своевременно получил свою горячую порцию вкусной еды, это по-настоящему важная ответственная миссия. Ведь от того, насколько качественным, разнообразным и сбалансированным будет питание наших детей, в конечном счете будет зависеть не только их учеба, но самое главное – их здоровье. В основном мы закупаем продукты производителей Республики Беларусь. Это гарантированное качество, гарантированная доставка и гарантированное приготовление качественного питания для школьников. Общая численность учащихся, которые получают горячее, разнообразное и сбалансированное питание от комбината – порядка 40 тысяч. Столовые, буфеты предприятия расположены в областном лице Машерова, 15 школах Ленинского и 27 школах Московского района. В одной из них, в средней школе номер 23, совсем недавно был проведен долгожданный капитальный ремонт пищеблока. В нашей школе в этом году 40 лет. Конечно, ремонта пищеблока ждали мы все. Сегодня в школе занимаются 1100 учащихся. Количество посадочных мест у нас было ограничено, мы не могли обеспечить посадочными местами всех желающих. И, конечно, качество приготовляемой пищи тоже несколько хуже было. После капитального ремонта пищеблок не узнать. Закуплена мебель, холодильные витрины, полностью заменены посудный инвентарь и оборудование. В таких условиях качество приготовления блюд значительно улучшилось, а вместе с ним и аппетит школьников. В столовой готовят как дома, и я очень люблю сюда ходить. В столовой мое самое любимое блюдо – это блины и запеканка. Плов, бывает суп, очень вкусный борщ. Качественное, свежее, мне нравится. Так как я учусь уже 10 лет в этой школе, в столовой я уже видел, как выглядело раньше и сейчас. Стало очень красиво, приятно, просторно, новая мебель. Ощутили разницу и работники пищеблока – минимум ручного труда, максимум производительности. У нас, конечно, появились все машины, которые мы все время раньше руками делали, сейчас все машинами. Салаты режем машиной, тесто месим машиной. Картофели чисто у нас появилось, перепланировка у нас произошла, конечно. Построили цвета, вот мясной, овощной, судомойку сделали другую, кухню перепланировали, раздачу новую, ну все новое поставили. Все, работать приятно. Последняя модернизация пищеблоков была проведена в 23-й и 12-й средних школах. Следующие на очереди 27-я и 31-я. Ну а скорость выполнения работ будет зависеть от своевременного финансирования. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. К другим темам. 30 июня 2022 года президент Республики Беларусь подписал закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, которым определено, что доступная среда – это такое состояние и качество транспортных средств, информационной и коммуникационной среды и других показателей, которые позволят инвалидам реализовывать свои права и участвовать в жизни общества наравне с другими людьми. В нашем городе работе в данном ключе уделяется большое внимание. На это направлено и решение Брестского городского совета депутатов о региональном комплексе мероприятий по реализации государственной программы «Социальная защита на 2021-2025 годы». Как создается безбарьерная среда и какие шаги по ее выполнению принимаются в Бресте, расскажет сюжет Людмила Лагодич. В нашем городе проживает более 16 тысяч людей с инвалидностью, в том числе 829 с нарушением зрения. Это обычные люди с такими же потребностями, как и все остальные. Они хотят работать, общаться, быть востребованными в социуме и пользоваться своими правами. 30 июня в нашей стране был подписан закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, которого ждали многие. Конечно, закон для нас – это очень серьезный документ. Мы много от него ждем, потому что, когда он, скажем так, рассматривался, когда он на стадии разработки был, мы участвовали все в его создании основных положений, в рассмотрении основных пунктов этого закона. Одним из его положений является необходимость обеспечения доступной среды. Определены требования по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидам к объектам социальной, транспортной и производственной инфраструктур. В этом году у нас на этот год определено планом региональных мероприятий по выполнению программы социальной защиты, это под программу 2, создание условий безбарьерной среды, 50 объектов. На данный момент у нас уже выполнено 44 объекта. Ежегодно мы и предусматриваем с городского бюджета денежные средства. В этом году у нас предусмотрено 212 тысяч 200 рублей. Одним из показательных примеров реализации таких проектов в нашем городе является здание автовокзала. Здесь создана доступная среда для всех категорий инвалидов. Тактильная плитка, речевые информаторы, низкопольные пандусы и специальные санузлы. Что такое доступная среда? Это среда, в которой должны быть доступны не только транспортные средства, но и дорожно-уличная сеть, коммуникативная и информационная доступность. А самое главное, по моему мнению, это отношение уважительное нашего общества именно к инвалидам любой категории граждан. Также программа доступности реализуется в домах жилищного фонда. Новые застройки, которые были введены в эксплуатацию в 2020-2021 году, на 100% оборудованы для проживания инвалидов. Таких домов на настоящий момент в городе более 280. В этих домах доступная среда представляет собой единое целое. Начиная с дворовых территорий до входа в подъезд, где нет ступеней, а лифт поднимается на высоту пригласительного марша и является проходным. Все этажи пронумерованы крупными цифрами. Есть речевые информаторы. Эти дома у нас есть в районе, где мы находимся сейчас, район Героя обороны Брестской крепости. Это район Махновича, Грюнвальдская, Маслова, лейтенанта Рябцева, район новой застройки. Да, вот эти дома, которые вводятся в настоящее время в эксплуатацию, они являются на 100% максимально доступными для проживания всех категорий инвалидов, граждан с ограниченными возможностями. А учитывая то, что данные микрорайоны являются в основном местом жительства молодых семей, где проживает большое количество семей с маленькими детьми, то это является тоже очень большим подспорьем. Ну а лучше всех оценить, насколько продвинулась работа по созданию безбарьерной среды, могут такие люди, как Любовь Чевелюк. Ведь у нее инвалидность по зрению первой группы. По городу, вы знаете, вот у нас сейчас выложили этот активной плиточкой, вот такой красивой, вот желтенькой, она ощущается, вот когда идешь ногой, так вот ощущаешь, уже не сбиваешься с дороги. В поликлиниках очень важно, даже на кабинетах, чтобы написано было большими цифрами и желательно цифрами по Брайлю. Именно что эти вот номерки на автобусе должны быть, таким мне кажется, я так думаю, должны быть крупным шрифтом, потому что если человек не видит, и едет автобус или там что-нибудь, троллейбус или что, и не видно даже вот этого номерка. В поликлиниках, если есть такая возможность, чтобы давали сопровождающего, вот в регистратору подходишь и говоришь, что вот ты не видишь, и карточку взять или проводить человека к кабинету, желательно, чтобы давали, ну как-то вот выделили такую единицу. Эти меры помогли бы многим людям с инвалидностью, согласитесь, ведь иногда не требуется много вложений, самое главное – желание пойти навстречу. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы.